итак приветствую вас дорогие интернет зрители с вами как всегда скудер и канал ни слова об играх ну что же есть повод чутка порадоваться вам не пришлось ждать еще пятилетку до очередной золотой лицензии перед вами прохождение лицензии international c на золото ну и давайте без долгих предисловий начинать рассаживайтесь согласно купленным билетом отправляемся в бой с секундами за очередным золотом и призовой тачкой стартуем и для первого задания нам предоставляется mazda mx5 и несмотря на то что это международная уже лицензия игра нам все равно продолжает чертить траекторию здесь у нас левый поворот затяжной длинный постепенно закрывающийся ну и здесь успех в том чтобы также как и левый поворот постепенно закрывается нам нужно все больше и больше смещаться влево ну и придерживаться правильной траектории и при прохождении апекса начать разгоняться во втором задании нам предлагают пройти этот же поворот но на более мощной машине nissani silvia ну и здесь в общем то может помочь вам небольшой занос так как машина уже мощная но здесь главное не переборщить то есть машина будет стараться продолжать идти дрифтом вам нужно во время ее будет из дрифта вывести и начать разгоняться желательно сразу же по прохождении вот апекса то есть наибольшей точке изгиба поворота ну и в принципе задание на самом деле достаточно простое в третьем задании нам дают в распоряжение chevrolet camara здесь нам нужно пройти 2 90 градусных поворота левых и секрет успеха здесь в использовании всей ширины трассы и здесь тоже нужно глубоко резать поворот залазить прям на траву такое у нас было уже если вы помните в предыдущей лицензии на gto хина супри так вот здесь то же самое нужно не стесняться и очень сильно резать поворот при этом используя как можно большую ширину трассы то есть заходить очень широко на как можно больше скорости здесь видите я немножко даже вылетел на внешнюю вам этого делать не следует конечно мне задание в принципе далось не очень сложно проходил на механической коробке передач четвертое задание абсолютно идентично третьему и машина chevrolet camara и те же два левых поворота под 90 градусов но одно существенное отличие это то что повороты стали закрытыми видите трассу обнесли заборами и это действительно задание очень сильно отличается чтобы вы понимали я его сдал последним самым последним в этой лицензии и это действительно для меня было существенно то что трассу закрыли заборами так то здесь все то же самое только здесь уже нет пространство такого для маневра нельзя резать повороты нельзя широко вылетать в общем старайтесь проходить в притирку к внутренним стенам в апексах поворотов и не биться об стены на выходе из поворотов тоже проходил на механике в пятом задании на супри rz нам впервые дают прокатиться по реально существующей трассе это редрок воли спидвей и и шикана на первом секторе и это задание на самом деле казалось мне достаточно простым но потратила нет я на него достаточно много времени здесь каждая тысячная секунды реально очень дорога советую проходить задание только на механической коробке и очень точно переключаться и самое главное очень точно вот перекладываться вот здесь слева направо облизывать апексы и не допускать скольжений шестое задание очень похоже на предыдущие тоже машина супра rz даже шикана только ее теперь продлили до следующего еще поворота собственно на той же трассе редрок воли спидвей и вы знаете после того как вы потратите не знаю несколько десятков попыток на предыдущее задание в принципе это должно даться достаточно легко то есть проходим также шикану стараемся очень близко к апексам облизывать допускать скольжение на механике и правый поворот вот этот затяжной принципе он проходится достаточно легко на средней скорости на третьей передаче не допускаем скольжение в этом повороте ну и не расстраивайтесь если вы немножко потеряете время в шикане и тут можно отыграться вот в этом правом повороте уже у нас седьмое задание тойота целико это участок трассы midfield raceway шикана скоростная тоже здесь режем как можно больше залазим на поребрики в левой шпильки тоже можете в отличие от меня прям залазить на поребрик внутренней в общем-то в этом есть опять же секрет успеха что нужно резать там где это возможно проходим на механической коробке передач это нам поможет отыграть еще пару десяток в восьмом задании у нас тот же участок трассы но другая машина это honda с 2000 это задание мне далось еще проще чем предыдущие на целике также стараемся резать шикану и старайтесь чтобы на выходе шиканы вас далеко влево не уносило потому что следующий поворот как раз таки левый и вам проще будет переложиться тогда на вход в левую шпильку а так проходим на механической коробке передач следим за траекторией ну и следим опять же говорю чтобы вас не вынесло вот на выходе шиканы и здесь вот аккуратно с травкой на выходе из шпильки не ожидал я что девятое задание окажется настолько сложным я его сдал предпоследним машина у нас здесь альфа 156 ну и трасса рим вот в этом участке ребята самое главное не жадничайте по скорости здесь лучше немножко пару-тройку километров в час не добрать но зато вы будете на идеальной траектории здесь траектория как никогда тоже важно то что отыгрываться практически негде здесь нужно пройти по идеальной траектории я имею ввиду не вот этот поворот основной до с торможением лучше пройти чуть-чуть медленнее но зато в притирочку внутреннему отбойнику это здесь как никогда важно однозначно проходите это задание на механической коробке ух ты вот и последнее задание chevrolet corvette grand sport отрезок трассы сиэтл если честно больше всего я переживал вот за это задание хотя сдал его ну не самым последним хотя тоже возникали сложности здесь нужно в общем повторюсь опять же как уже много раз говорил точность потому что трасса очень качковатая это наверное основная здесь проблема то что машину будет бросать и кидать старайтесь ее держать на траектории проходим близко стараемся к внутренней части поворотов тоже режем везде где можно по поребрикам потому что это трасса городская 90 градусные в основном повороты здесь стараемся не биться о стены ну и механическая коробка передач опять же вам в помощь ну вот и очередная битва с секундами теперь уже в лицензии international c выиграна обязательно сохраняемся не дай бог что-то случится ну и что же осталось посмотреть таки что там нам приготовили за подарочек в гараже заходим гараж нижняя строчка и это gto lm edition ну на самом деле такая машина в принципе у нас уже есть мы ее выигрывали в чемпионатах и она даже чуть чуть помощнее но правда чуть чуть и потолще если кто не узнал это спешил модель митсубиши из первой части гран туризма ну что же давайте наверное немножко на ней прокатимся ну и подведем некие итоги митсубиши gto lm edition тяжелая неповоротливая на самом деле она никогда не была чем-то выдающимся что в первой части что собственно здесь выделить наверное можно только ее внешность выглядит она действительно достаточно круто если что опять же тестировал ее я не прокачав да собственно ее и прокачать нельзя магазине на нее кроме резины и электроники купить в принципе ничего нельзя поэтому вот в том виде в котором нам ее дали дом собственно только и можно гонять вот выделить чем можно только то что имеет она ценность в качестве такого ностальгического объекта первой части гран туризма тем нравилась она первой части или просто тем кому нравится первая часть гран туризма тем зайдет наверное те чисто из-за ностальгии на ней покатаются в принципе же в этой машине особого смысла с точки зрения технического нету потому что она не обладает какими-то выдающимися качествами ест на ее плюс наверное это то что она полноприводная и она разгоняется на старте достаточно быстро можно отыграть позиции ну и в таких среднескоростных и медленных поворотах на выходе из них она тоже будет уметь преимущество так как опять же разгоняется достаточно быстро ну и вид до внешний вид у нее тоже достаточно прикольный в остальном я говорю ничего в ней особо выдающегося нету вот собственно такая у нас митсубиши готовил им и нишин которую нам дали за прохождение международной лицензии c на золото ну что же ребятки вот такой получилась моя история с интернешнл цели цензий на золото где-то она получилась неожиданной скажем так в обе стороны на некоторых заданиях я сидел дольше чем думал ну а некоторые дались наоборот проще я например не ожидал говорю что сиэтл мне поддастся ну достаточно просто я думал что я на нем буду сидеть пока окончательно не посидею неожиданно было то что долго сидел вот на шикане в редрок воли спидвей мне казалось что ее можно гораздо проще сдать и быстрее но тем интереснее будет послушать например почитать ваши комментарии как она получилась у вас сдавали ли вы эту лицензию какие задания вызвали наибольшую сложность какие задания вы сдали быстро были какие-то тоже у вас неожиданности в общем пишите в комментариях делитесь своими впечатлениями оцените мой ролик мою и вот эту вот историю золотую скажем так ну и отправляемся в бой за следующей лицензией и собственно за следующим призом это у нас будет международная лицензия b она же international b ну что же с вами был как всегда скутер канал ни слова об играх пока пока и увидимся в следующих видео всем здоровья берегите себя и своих близких